приветствую тебя на моем канале вот и подъехал первый ролик про мою жизнь в госке на проекте majestic rp в нем я тебе покажу свой старт в шерифке на 6 сервере с момента как устроился сдавал экзамены и в конце успел повыситься до 3 ранга и даже успел съездить на дробь но там к сожалению быстро откис а если тебе понравился ролик не забудь влепить лайк и подписаться ведь это только первая серия моего пути в госке также если тебе захотелось поиграть на этом проекте то все ссылки для скачивания и промокод при регистрации который даст тебе хороший буст при достижении третьего уровня персонажа в описании приятного просмотра в первую очередь для того чтобы начать жизнь заново надо изменить внешний вид после чего мы пойдем устраиваться в госку мед справочки мы уже сделали как это же она за но давайте новую прическу выберем нет где-то там стригатель 2.0 5 5 5 пути ну давай 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 понятно где моя любимая хипстер отлично карты погнали так объезжаем в палетку к шериф очки ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка здравствуйте уважаемый здравствуйте уважаемый ничего силим а сейчас короче в случае подойдет жесть какая здравствуйте меня не слышно да здравствуйте меня слышно да 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 а может кто на работу пришел устраивать а вот это я щи без понятия вам вашим броники ходит братан это не ко мне вопрос здравствуйте здравствуйте да 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 шерифов здравствуйте пришел устраиваться на работу есть такая возможность да сейчас поделит а то есть надо подождать да 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 сейчас видит человек по уши и вас примет хорошо и тогда ожидать где-то здесь да вот на парковочке в бухгатте своим подожду до потерял а я его потерял девушка а вы на работу не принимаете молодых красивых и талантливых печаль какая ужас ужас уважаемого принимать надо вас меня да я хотел пройти собеседование отлично документы медсправки военный билет и лицензия сейчас секундочку буквально так документики ваши война мои так сейчас медсправочки все сверки пару дней назад делал буквально так сейчас лицензии все покажу и военный билет сейчас секундочку сертификата военной службе а можно чуть-чуть пожалуйста погромче чуть-чуть прямо извиняюсь в общем какой цели поступаете в лссд всегда нравилось не суета города а отдых в деревне чуть-чуть чуть-чуть загородного так где тишина и спокойствие в общем при себе еще секунду машинка для бритья все да конечно вы что скромный инвентарь да по поводу ранга сразу хотел уточнить что мне надо делать до третьего академии так ну я с первого ранга так сказать первый раз начинаю а у меня есть ваша спецсвязь а у меня даже роль есть в вашей спецсвязи так ну мне получается съездить за удостоверением и сдать экзамен я уже готов принципе сдать экзамен да кстати меня здесь не а вы можете пожалуйста зайти спецсвязь потому что я вас здесь так сказать настолько тихо слышу не могу понять вроде все выкрутила вас очень тихо слышно так не за вами вниз в раздевалку да 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 разный спускайся слышно тканике ты можешь да давай все иди иди дима я зима отдыха получается справа это у нас дефают кого-то это не могу не нужен ладно вот этот раздевалка пойдемте там и справа склад вот здесь вот это склад там обнаружились основная экипировку здесь вот тебе получается с адрес-код там все написано так что еще мне надо одеть головной убор и перчатки это по желанию если хочешь можно не интересует перчаточки можно конечно там красивенькие вроде какие-то были намазать вазелинус так вот это то 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 чтобы стал из-за собирать гонку дом и микро пошли хочу манку а серьезную гонку так садись поехать открывать а я могу открывать закрывать и заводить даже машины на первом ранге без понятия честно хочу мотоцикл это громко давай раз два три начала бля вот насчет ваших мегафонов я не в курсе какой надо кидать нет киды просто мой скажите посолик остановимся или просто 8 может сказать мегафон я пойму остановитесь пожалуйста здравствуйте уже сотрудником являюсь вот все овощи не слышно если честно жестко причина остановки причина остановки данное транспортное средство проходит по эти ручки либо похожие надо проверить не является для данное средство в угоне можете пожалуйста заглушить и выйти из транспортного средства так папа за нами следят дроны так возьму значит телефончик сфоткаю номера загружу в базу данных отправлю диспетчеру так диспетчер подтвердил данное средство находится в угоне так у меня наручников нет я кафу в наручнике тут же показывают так так не лингвозьминка вы должны знаешь ничего не за нами здравствуйте уважаем сотрудникам lsd являюсь вот мое удостоверение не можешь 8 говорить так и знакомым с алекс крейлика где-то задержаны по статье 10 7 угон передвижения на транспортном средстве так прохлопа верхние слои одежды мы посмотрю ваши документики просмотреть документ уж не буду понятно или просто говоришь сделать до просмотрел документы после чего просмотрел короче так содержимое инвентаря изъял патроны мапушки колюча режущие так далее после чего попросил снять масочку либо сам снимаешь и а какие какие-то не за я ждал 10 секунд у меня там переставлял в инвентаре какие статьи то не за это наш а это сейчас обращу будет две секунды эти скажу про прощупу можешь пользоваться так 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 еще секунду более так как это тяжело то господи так а это же в другом отделе немножечко на блять ты у меня с машиной короче совмещаешься может отойти пожалуйста мне через раз проходит так еще так обыск так посмотреть инвентарь так во первых у тебя 12 8 во вторых 12 8 и 1 по-любому так у тебя броники до броники шериф 12 8 это получается и ну 12 8 12 8 и 1 это все изымается при первичке сразу же после чего я прошу снять масочку фотографирую загружаю базу данных проверяю на розыск все проверил на розыске если находится в розыске то это 16 14 15 а 17 но 16 14 должен запрашивать у фибов либо по 17 13 работать сам сразу же уже 16 14 это уход от ордеров а даже так тогда получается это 17 13 у нас то есть тебе уже 10 7 12 8 12 8 и 1 17 13 все после чего я сажаю в машину хлоп-лоп-лоп по пути до кпз зачитываю миранду заходе в интернете так сэр вы имеете право ходить получаем все что вы скажете может и будет использован против вас так же вы имеете право на адвоката который может присутствовать до и во время допроса если вы не имеете средства адвоката вам будет запрошен государством также вы имеете право на один телефонный разговор длительности более 5 минут вам ясны ваши права изначально настаиваю на телефонный ну звонок по-любому добиваюсь ответа будет он его реализовывать обязательно или нет потому что вот эти адвокатские блять ухищрения по полу телефон звонка их на хую вертел блять и после чего уже запрашивает адвоката его адвоката пять минут на ответ 10 минут на приезд если он ответил время тут же озвучиваю все если он не ответил то провожу уже к решетке заново представляю заново зачитываю поясняя все статьи за которым был задержан провожу вторичку изымаю уже там если есть наркота то она занимается при вторичке присваиваются уже следующие статьи 13 3 13 2 13 1 это у нас без разрешения фибов свыше 20 грамм это 13 4 это уже с разрешения фибов все то есть обновляю ру а блять я роз забыл обновить прикинь после того как установил личность маску снял ебать а лошара розыск столько как он выдается в зависимости от статей у тебя нет не суммируется то есть у тебя максимум три звезды получается за все твои статьи все после чего к решетке заново представляю зачитываю абсолютно все статьи поясняю что они означают как это было нарушено с твоей стороны и сажаю получается перед тем как посадить проверяю базу данных имеется ли рецидив по данным статьям если имеется рецидив то выход под залог не разрешен если нет рецидива по данным статьям и он первый раз задерживается то уже выход под залог разрешаешь определяешь сумму который соответствует его статье розыска и все сажаешь ну как-то так значит время вызова адвоката 21 34 34 время ответа пять минут все у меня искрит так но я уже за скрынил первую чему начало 1 теперь мне надо час в поле отстоять скрин начало скрин конце давайте быстренько паука прошу двенадцать восемь ты уже знаешь разницу смотрим части два вопроса задам по ситуации туннель переулок темный там валяется человек без сознания то есть он вызвал медик медик подъезжает медик в этот туннель но перед ним становится обычный гражданин и мешает ему проехать ты полицейский какую ты статью дашь этому гражданину который не дает медику проехать во первых в темном переулке не дает проехать или в чем не туннель суть в том что вместо мало и он перегородил оттуда ну переулок он не может проехать медикам тарик не дает проехать медику вообще понятия не имею если честно это чё за вопрос такой интересный на кстати на прокурорских этих проверках какое давали охренеть и чё это дорожный кодекс что ли помеха до 15 8 15 8 чего пока 15 8 мука это у нас что помехать чего провокация равная как помеха исполнения обязанностей госслужащих возложенных на них законодательной базой да ладно такой душный вопрос охренеть спасибо за такой вопрос я должен представить все нему еще один душный вопрос я 5 в общем может даже открыть законку перечитать если не помнишь статья уголовного кодекса 6.13 и 6.14 в чем разница между этими двумя статьями нанесение тяжких телесных увечий то есть причине непоправимый вреда здоровью человека то есть его нокнули избиение то есть умысленное применение силы или насильственных действий в отношении другого человека на пьес 16 13 6 13 это если ты нокнул а 6.14 просто умышленно ударил ну там палкой на примерном ли битой тяжких но объясни как но в бессознанку отправил человека в бессознательном состоянии чтоб его медик реанимировал либо сотрудник но нет умышленное это в 14 написано то есть от ванну в чем разница если умышленные не умышленные деяния но это во первых что бросается в глаза во вторых ну непоправимому вреда то есть он убесал на правильно ответил случайно мог на машине извить его специально наиболее по слове но ответил на то легко ответить когда вчитываешь сами короче теперь представление не является таковым как ты и подожди и удостоверение кинул теперь ты как стоящий дпс не должен говорить здрасте зовут меня так-то отделами а такой-то ранг у меня ну точнее звание у меня такое-то зовут меня так-то номер жетона у меня давай пока еду в емс расскажи мне порядок задержания гостника то есть что ты будешь делать допустим гостник превышал свои должностные полномочия ну по сути как и с гражданскими только немножко по-другому получается ты задерживаешь предоставляешься поясняешь статьи перри и если ты знаешь что что это госсотрудник то первичку не проводишь как вот там масочку не масочку снимаешь удостоверение посмотреть либо пробить его по базе получается в реализации прав прокурор адвокат и руководство время на ожидании вызова 15 минут то есть на вас ну там приезжают эти всякие хреноблуды но все все остальное процессуалка такая же по сути просто нету первички получается и вызываешь прокурор и вышестое руководство этого гостника в принципе сегодня там приезжает показываешь прокурор выносит свой вердикт туда-сюда прямо ку-ка реку руководство должно либо уволить либо они должны договориться там строгаче переаттестации фигации и так далее если они не договорились то он увольняет его тут же на месте он может изъять у него спецсредства типа дефика но если они нужны если у них недостаток на складе если нет то точно так же там прокурор говорит уволить у елите так далее все ты проводишь ну поясняешь все проводишь вторичку изымаешь у него все госимущество получается которые ну после его увольнению на так голый из машин вооружии всякие те пике мифики наручники патроны все полностью измешь и все и сажаешь и кафе нет гостниками никогда не занимался хотя работал в обе отделе не знаю как то мне это кайфу не приносил на это душная часть до душная который мне почему-то не нравится есть конечно эти как их блять объяснить ну долбоебы всякие фрики которых страна но это стало такой ну вот то есть но все равно мне это как-то кайфу не приносит поэтому я на этом болт клал большой ну ладно то есть причем вроде народ все знают что у нас сверху вниз последних последних до вас больше что же отстреливать от тревять у вас крыша 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 ближе подошел это ясен крыша надо это выбить поливом кто вертик на вертик вы ведь я пытаюсь крышу за этим ох тут блять там фибу парк тебе эту ухе бочь еще 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 будут еще еще но изъебательный мясо блять прежде вывели напротив забивая кажется блять нет я умер опять человек убил как дохуя блять видел дал макс блять его тут на метки их мало подъем рубля вернуться кстати угонку велосипед даже ведь не 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 такое я трогать не буду спасибо и так как я получил уже третий ранг я мог самостоятельно выдвигаться в патруль но так как время было уже довольно таки позднее я решил на сегодня уже хватит всем спасибо огромное за просмотр всех обнял всех приподнял всем добра влепи лайк по-братски